Ситуация, связанная с распространением коронавируса в Карачаево-Черкесии, остается сложной. Напомню, режим ограничительных мероприятий и самоизоляции продлен по 15 июня. А недавно при оперативном штабе создана рабочая группа, куда вошли общественно-политические деятели, лидеры, руководители организаций, предприятий и просто неравнодушные жители республики. О целях и задачах рабочей группы расскажет Мураджан Кёзов. Ещё 3 февраля глава республики Рашид Тимрезов подписал указ о создании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом. В его состав вошли руководители всех основных ведомств. Их полномочия заключаются в координации усилий по борьбе с вирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов. Однако COVID-19 оказался очень коварным вирусом. Вкупе с действиями некоторых несознательных граждан, которые, несмотря на запрет, проводили массовые мероприятия, будь то свадьбы или похороны, вирус быстро распространился. Сегодня, по оценке специалистов, Карачаева-Черкесия находится на пике эпидемии. Актуальным стал лозунг «Все на борьбу с коронавирусом». Немало неравнодушных жителей откликнулись на призыв добрыми делами. И для того, чтобы общественная помощь во время самоизоляции в взаимодействии с врачебным сообществом и властью стали еще более эффективными, и была создана рабочая группа. Все общественники, которые в этой теме уже все это время, такие большие благотворительные фонды, некоммерческие организации, волонтерские организации, молодежные организации, а также гражданские активисты, которые появились вот сейчас на волне борьбы с коронавирусом в нашей республике. И слава богу, что появились. Все они сегодня там объединились, договорились об обмене информации, об оперативном взаимодействии. И именно для этого создана рабочая группа при оперативном штабе республики. Введение рабочей группы находится в вопросе, в том числе связанный с материально-техническим обеспечением медицинских учреждений, для того, чтобы спонсорская помощь была правильно распределена между лечебными учреждениями. В этом деле необходим строгий общественный контроль за распределением благотворительной помощи. Общественники уверены, победить вирус можно быстро, но только вместе и сообща. Не объединившись, не в плане общенародном, а все административные ресурсы, ресурсы благотворительных организаций, меценатов, каких-то общественных организаций, с этим было бы намного тяжелее бороться. В это время работать по отдельности, КПД очень маленький был бы, у каждой по отдельности. А сейчас, объединившись, намного легче с этим справляться. Напомню, по поручению главы республики Рашида Тимрезова создан единый круглосуточный информационный центр для разъяснения вопросов по профилактике распространения коронавируса. В рамках работы центра организована связь в режиме реального времени с более чем 30 министерствами и ведомствами. На сегодняшний день по единому номеру за консультацией обратились более 11 тысяч человек. Мурат Жантьюзова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия.